Резонансный тендер Чиновники попытались отказать победителю, компанию «Укрспецтехника», раз за разом придумывая бюрократические нелепости. К слову, «Росдорстрой» давно связывают с окружением Геннадия Труханова. Шум скандала дошел даже до руководства Одесской области. Из-за резонанса тендерная комиссия запросила у авторов самого выгодного предложения целую кипу документаций, но даже получив ее, с ответом не торопилась. Мы неоднократно к ним обращались с просьбой разъяснить, почему тянется время, почему какие-то условия, которые они к нам новые хотят от нас, они никаких ответов не дали. Мы отправили три письма, ни на одной из них не было ответа. Также с решением об отмене торгов только сегодня получили письмо. То есть по законным срокам они вообще не вписываются в них и просто игнорируют законы, законные сроки. Комиссия провернула нехитрую топорную схему. Из трех претендентов она техническими уловками выбросила двоих и заявила, в аукционе законно участвовала одна компания. Естественно, Росдорстрой. А значит, результаты торгов не подходят. Филипп говорит, причины отказа его компании противозаконны и даже попахивают уголовщиной. Они, допустим, пишут, что не заверенная подписью, не заверенная печатью. Но по условиям тендерных торгов это является несутевым нарушением и из-за него нельзя отменять, скажем так, торги. Это первое. Второе, они пишут якобы нету части трудовых книжек. Но мы не первый год на рынке, мы уже довольно-таки долго участвуем в тендерах. У нас постоянная проверка документов, которые мы отправляем на тендера. И я у вас уверяю, что все ксерокопии книжек трудовых были в наличии. Мы подозреваем, что, возможно, была какая-то фальсификация с нашими документами, их просто или вырвали, или изъяли как-то. Укрспецтехника попробует отбить свой тендер в судах. Но в успешную борьбу со строительной гидрой Росдорстрой Филипп верит слабо. Скорее всего, считает он, комиссия попробует тихонько провести новый тендер, проследив, чтобы о нем узнали только нужные компании. Тем временем, часики тикают. Если до конца лета работы по укреплению дамбы Хаджибейского лимана не начнутся, скорее всего, их перенесут еще на год. Ну а соседи буйного водоема потерпят им не впервой. Судя по всему, для кое-кого 6 миллионов гривен намного важнее, чем безопасность тысяч горожан. Игорь Хмурый, Игорь Казанжи, 7 канал.